В фотошопе существует несколько способов улучшения контраста. Начнем с самого простого. Я его условно называю метод черно-белого слоя. Делаем копию нашего базового слоя и обесцвечиваем эту копию самым простым способом. Или сочетание клавиш Shift-Ctrl-U. Теперь к этому черно-белому слою применяем режим наложения «Мягкий свет» Soft Light. Вот и все. Смотрите, что было, что стало. Естественно, здесь допустимо использовать черную маску, закрыть какие-то элементы изображения. Но это если вам нужно. Можно добиться того же самого эффекта, не используя дополнительный слой. Я его сейчас удалю. И воспользуемся корректирующим слоем цветовой тон насыщенность. Достаточно насыщенность цвета убрать до нуля. Или согласно этой шкале минус 100. В общем, убрать насыщенность. И точно так же можно задать этому корректирующему слою режим наложения «Мягкий свет». И в первом и во втором случае смягчить полученный эффект можно, уменьшая непрозрачность верхнего слоя. Черно-белого или корректирующего. Следующий способ позволяет усилить светлые и темные участки изображения. Что, естественно, усиливает контраст. Но здесь подход более творческий. К основному слою добавляем корректирующий слой «Кривые». И немного изгибаем эту линию, осветляя изображение. Переходим в панель маски и нажимаем на кнопочку «Цветовой диапазон». «Color range». В пункте «Выбрать» у нас должно быть по образцам. В просмотре лучше выбрать белую подложку. Тогда мы получим вот такое изображение. Слегка заметные темные пятна соответствуют наиболее ярким участкам изображения. Инструментом «Пипетка» кликаем по этим ярким участкам. Получаем примерно вот такую картинку. То есть мы включаем в наше изображение наиболее яркие участки изображения. Можно как бы увеличить их количество, продолжая кликать пипеткой. Но это уже перебор, потому что вот здесь явный блик, который выпадает из нашего выбора. А нам нужно оставить именно блики. Нажимаем «Ок». Возможно, получилось грубовато, но это только начало. Далее работаем только с черно-белой маской корректирующего слоя. В панели маски ползунок «Растушевка» сдвигаем вправо до тех пор, пока результат несколько смягчится. Берем белую мягкую кисточку. Кисточка. Белая. И достаточно мягкая. Задаем ей непрозрачность примерно 30%. И рисуем по черно-белой маске там, где хотим усилить осветление. Или создать новые блики. На лице я не рискну создавать новые блики, а вот, допустим, вот эту область волос вполне можно осветлить. Если 30% недостаточно для проявления эффекта, то непрозрачность кисти можно увеличить. На самом деле, этот инструмент очень нежный. И в несколько проходов яркость можно изменять по чуть-чуть. Глобально изменить яркость можно, вернувшись к кривым кисточкам. И потянув эту точку. Вот видите, на волосах что происходит. Образуется такой яркий блик. Оставим так более заметно. Черной кистью мы рисуем по маске корректирующего слоя там, где хотим ослабить осветление. Однако для темных участков делаем все сначала точно так же, только в цветовом диапазоне выбираем темные детали. Еще один несложный прием улучшения контрастности. Он основан на применении фильтра OnSharp Mask. Нерезкая маска. Выбираем этот фильтр. Радиус увеличиваем до максимума. 250 пикселей. Затем аккуратненько двигаем ползунок эффект, наблюдая за повышением контраста. примерно после 40% он перестанет заметно увеличиваться. Оставим так, 28. Способ довольно грубый. Однако смягчить полученный эффект можно, использовав панель стиле слоя. Применить стили к основному, базовому слою не получится, поэтому нам придется сделать его копию. Кликаем правой клавишей по слою и выбираем опцию стили слоя. На градиенте данный слой надо немного раздвинуть черные и белые ползунки. Ползунки разделяются при нажатой клавише Alt. Нажимаем ОК. По большому счету этот способ менее внятен, чем предыдущие. Однако в некоторых случаях и он срабатывает неплохо. Какой способ выбрать и какой использовать, это уже вам решать.